Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги Лапкин Игнатий Тихонович, Открытым оком, том 9, проповедь. Нехорошо оставить Слово Божие. Святые мужи веры продумали очень хорошо порядок чтения в церкви, чтобы слышанное содействовало дивному шествию Евангелия по земле. Не просто так они сидели и вздумали, давайте деяния читать на пасхальную ночь. И далее сейчас все деяния читаются. А до этого было послание к галатам, к ефесянам, к филиппийцам. На следующий год будет читаться другое место. У нас служба как будто всегда одинаковая, потому что мы ее не знаем. Чтобы человек знал всю службу на память, может ни одного у нас в стране такого нет. Разве только по книгам будут смотреть, сравнивать. Потому что без книг священнику ничего не сделать. Он будет только стоять на рукавнике, на себе теребить. У баптистов есть Библия, сборник духовных песен. И было бы кому петь. Один раз к баптистам сходил, завтра я могу быть у них пресвитером. Здесь его учат, в каком месте годить, что читать. И полностью повторяться начнет служба только через 532 года. Вот такой цикл. Это 28 лет цикл Солнца и Луны. 19 умножить один на другой. Чтобы дни пасхальные возвратились в те же дни. Пасха точно будет повторяться через 532 года. Новый завет мы должны прочитывать в течение года хотя бы один раз. И вот сегодня мы читаем 6 главу «Деяния апостолов». Если в России сейчас около 20 тысяч приходов, то мы можем сказать, что нигде сегодня разъяснять, как должны эту главу, не будут. Не какая-то причина тому, а та, что те, которые читают, читанного в этой главе, сами не пережили. Его учили в семинарии. И он знает, где поклониться архиерею 12 раз. Где три раза троицы именно так в алтаре годят. Такой перекос произошел. Человеку в три раза больше поклонов каждый день, чем в великой и несравненной троице. И на жертвеннике тело Господня удостоен заколонного названия «Свят Господь». И тут же патриарх стоит, к нему обращаются «Ваше Святейшее Святейшество». Ясно, что не так было вначале. Вначале было так, что главная забота была о бедных, о сиротах, о вдовах. И здесь произошел перекос. В первом веке жизнь в христианских общинах была похожа на коммунизм, когда были первоапостольские общины. Но весь этот колхоз, скажем сегодняшними словами, разрушился очень быстро. Любимчики появились. Лучшее стали давать своим. Когда приходить стали эллинисты, не еле не ссылка дается, что это евреи из стран языческих, не местные, а из других республик, как из СНГ, то им уже поменьше. Их прописывать не надо, пенсию выдавать не надо. Вот такая справедливость была в первой христианской церкви. Умножились ученики. Произошел у эллинистов ропот. Не у евреев, которым многое хорошо давали, а у пришельцев ропот на местную администрацию церковную. И дальше события развиваются так, как они никогда больше не повторялись. Сегодня посмотрим, что произошло у них. Вдовицы были пренебрегаемы в ежедневном раздавании потребностей. Не в богатстве, а как накормить. У верующих присутствие апостолов и уже началось такое неравноправие. Мало того, но апостолы и сами как будто очнулись благодаря ропоту. Апостолы, а это сразу почти после Пятидесятницы, первый год еще идет, говорят. Где же у нас проповедь? На каком она месте? И оказалось, не на первом месте. Сейчас спроси, на каком месте стоит проповедь. Священник даже не поймет, о чем ты его пытаешь. Он обругает еще тебя. Потому что баптисты или яговисты, которые по дворам ходят, читаемые сведения той седой древности отсюда берутся из этой главы. Тогда двенадцать апостолов собрали множество учеников. Значит, церковь распространилась. Были тысячи последователей Христа. Обдумали происходящее между собой. Не так, что Петр сказал, а остальные стали бы с ним спорить. Нет. Они заранее обсудили. Если так сделаем, правильно будет? Ну, конечно, правильно. А как мы могли так отступить? Отступить. Бог допустил, чтобы не надеялись на себя. Нехорошо оставить нам Слово Божие, озаботиться о чашках, ложках. Слово Божие было оставлено. Сейчас кто-то пришел бы и сказал. Нехорошо оставить Слово Божие и заниматься только тем, что вы сейчас, батюшки, делаете. Стоите, акафисты проворачиваете. Да на столы поминальные булки, хлеба, варенье и сметаны собираете. Такое чуть ли не в каждом храме, в каждом монастыре. Нехорошо. Чего нехорошо? Слово Божие оставили. Скажи такое. Не похвали требоисполнителя ревностного, типиконщика Берсеневского. Так он тебя погонит. Да с прихожанами своими ревностными побьет еще тебя. Здесь же написано, что вся церковь сохранила это Слово и одобрила. Значит, разница между сегодняшней и тогдашней церковью все-таки есть. Деяние апостолов, 6 глава, 30 стих. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим на эту службу. Раздавать. Какие признаки должны были быть у избранников на почти низшую должность раздавателей? Изведанные. В чем они должны быть проверены? Изведанные. Проверить, какой у тебя диплом, какой ты институт закончил. О том они не подумали спросить, но исполненных Святого Духа. Они как-то могли же определить исполнение Духом. То, что на глаз не видно. А сегодня только помазал священник, и слово Дух Святой только в молитвах будет употребляться. Как угодно тебя ведет. Буйствует архиерей, как настоящий хулиган ведет себя в алтаре. Здесь слышу, что вытворяют в здешней епархии Московской Патриархии. Подумать можно об епископе, что он не просто больной, а тяжело больной человек так себя ведет в присутствии людей священника, раздевает, рвет, гоняет священника по алтарю. А как ему по сценарию уже нужно к народу выйти, разулыбаться, росшие уроки сделать нужно. И люди в самом деле думают, что там уж благодать. А там до драки дело доходит. Как рассказывает, дьякон не нашел ничего лучше, как кодильницы размахнуться, ударить священника. У него хоть оружие какое-то есть. Угольников на голову, угольков на голову. По писанию сходится. Мудрость, чтобы у избранных была. Мудрость, а не знание. Чтобы понятно было. Скажу. Значение. Знание знает, как вылезти из ямы. А мудрость, как не попасть в эту яму. Она тысячу вариантов просчитывает. В этом их разница. Деяние апостолов, 6 глава, 4 стих. А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. Молитва – это не только стояние возле престола. Ибо написано, непрестанно молитесь. Идешь, молишься, встаешь, молишься. При выходе и входе. Но главное – перед чтением Слова Божия. Молитесь во время и после чтения, до проповеди, во время проповеди и после проповеди. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. не просто сказал прочитать, а служить. Сегодня служение, богослужение свели к служению обряду. Вот пусть по совести батюшка или епископ скажут, когда, в каком монастыре, в какой соборной церкви или в сельской они слышали это изречение, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Это Слово – Господин над ними, и мы Ему служим. Христу мы, служители, благовестники, священнодействие совершаем. Не алтаря, Павел говорит, а священнодействие Слова. Римлянам, 15 глава, 16 стих. Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия. Дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Таких слов полторы тысячи лет минимум в Церкви Христовой не повторяют, кроме вот этих написанных в Слове Божьем. Деяния, 6 глава, 5 стих. И угодно было это предложение всему собранию. А сегодня я могу только сказать, такое предложение будет не угодно, батюшки. Не говорю собранию угодно, потому что собраний-то никаких и нет. Да о том и не поминай, так как служить Слову и проповеди никому не позволено, кроме Попа, а он бодрствует над своим делом, чтобы Слово Божие не проникло в среду его прихожан. И не испровергло его авторитет Оракула. Вообразим! Какую картину апостол Павел... Такую картину апостол Павел, как переносится в 4 век, приходит к Пахомию в монастырь. У того 7 тысяч монахов сидят. Он сказал, братья, нехорошо сидеть. Надо пребывать в служении Слову, чтобы число учеников умножилось. Да выгнали бы Павла, дали бы ему монашеских плетей. У Пахомия Великого, к слову сказать, ни одного апостола или пророка не называют великим. Там плети висели перед входом в монастырь. Три плети. Обязательно бы, как злостному нарушителю монашеского устава, который им дал ангел, написанный на дощечках. Павел скажет, «Вот мои послания». А его и выгнали бы, потому что Павел предстал бы в 4 веке такой, и они такие, какими были. Ибо никто же не может изменяться в загробном мире. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана. Это диаконы. Здесь перечисляются 7 человек. Какой-то вывод церковь сделала из перечисления кормильцев. Сделала, чтобы в одной церкви не могло быть больше 7 диаконов. Вот только один вывод и сделали. Чистый языческий подход. Цифру подсчитали. 7. Они диаконы были? Да. 8, если бы было. Взяли бы 8. У нас 2 диакона. Вот когда 7 поставят, больше нельзя. Мы сошлемся на 5 стих 6 главы Деяния Апостолов. Какое же это было разумение Писания? Даже в Константинопольской церкви, если там было 100 священников, то диаконов только 7. Дальше нельзя. Мы все сделаем точно по Писанию. По Писанию значит нести Писание людям, чтобы люди рождались духовно от Библии. Диаконы что тогда делали? Мы знаем Стефана, как он проповедовал. На первом месте здесь говорится о Стефане. Исполнилось силы духа. Он обличал и перечисляется сколько там было разных евреев со всех окрестностей с окраинной империей. И он один из всех их победил. Они никакого доказательства не имели, кроме камней в кармане. Они побили его, иначе сказать расстреляли и повесили. Когда доказательств нет, как у большевиков, тогда только к стенке. Они ничего не умели больше делать. Деяния Апостолов 6 глава 5 стих. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и духа святого. Муж веры, то есть вера в нем была глубокая, писание знал и во всем поступал согласно голосу Духа Божия. А на втором месте Филипп, о котором мы тоже знаем, что в дальнейшем он пошел проповедовать. А на последнем седьмом месте это уже потом написали, видимо, Николай антиохиец в откровении говорит Господь. Откровение 2 глава 6 стих. Впрочем, это в тебе хорошо, что ты ненавидишь дело Николаитов, которое и я ненавижу. Это была позорная ересь, которая разрешала грешить и утверждала, что они все равно покаются. Как говорится, не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасешься. Родоначальником этой ереси был этот дьякон Николай якобы. Значит, из семи избранных, изведанных в мудрости, исполненных Духа Святого, имеющих веру, еще и еретики будут. Деяния апостолов, 6 глава, 6 стих. Их поставили перед апостолами и сие, помолившись, возложили на них руки. То есть, видимо, все дали благословение. И что из этого получилось? Апостолы высвободились для благословеннического труда. Проповедник постоянно должен заботиться, что его Слово Божие распространялось. Примеримся к этим словам, отчего нужно было бы сегодня освободить архиереи, священников, чтобы через них Слово Божие начало расти. Если отнять их многочасовое стояние престола, то они никуда, как безработные не пойдут, так и будут митинговать за обладание кадила и горкой угольков. Туманная и дымная вера досталась нам. И Слово Божие росло. Седьмой стих. Как оно может расти, если написано в Таразаконии 12.32? Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляя к тому и не убавляя от того. Оно росло в проповеди. Вчера одну проповедь сказал, сегодня две, завтра три. Вчера один проповедовал, а сегодня смотри, целый отряд проповедников. Сейчас закончится служба, они снова пойдут от двери к двери по городу, по этажам. У нас, наверное, скоро 50 групп будет ходить по городу, а пока только две. За год выколотили. Слово Божие росло, а результат деяния апостолов, 6 глава, 7 стих. И число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. Где была проповедь, там умножалось число учеников, а где не было, там не умножалось. Сегодня разве можно назвать учениками православных? Тебя еретиком обзовут или чужим? Да и как быть ученикам, если еще учителя нет, а есть манипулирующий сознанием и сакральными движениями правой руки? За две тысячи лет не могут прийти к этой истине. Почему апостолам не сказать, давайте изберем изведанных Духа Святого, крепких вере, и всех их в одно место соберем, построим вокруг них стену и скажем не выходите. Кто выйдет смерть ему анафема? И если еще и женится, то трижды анафема проклятому похотливцу. Ясно, что священство противоположное пришло ясно, что совершено противоположное пришло учение. Если бы апостолы наткнулись на монастыри, от них ничего бы не осталось. Они стали бы долбить в одну точку. Выходите, едите, слово Божие должно расти. Если же кто Писание знал, то они никуда не шли. Писать еще некоторые могли. Главное, в их монашеском учении закрепилось настоятелю покориться, как самому Богу. Настоятеля слушаться, как самого Бога. Деяние апостола, 6 глава, 7 стих. Из священников очень многие покорились в вере. Священники без веры были? Значит, они не верили еще во Христа. А теперь, благодаря тому, что Слово Божие распространялось, кто-то подходил к своим еврейским батюшкам, рассказывал, А вот ягненок, которого ты закалаешь, ведь это ничего не значит. Это же прообраз. Ягненок это Христос, который взял грехи мира на себя. И они стали им говорить. И священники практически перечеркнули свою биографию и начали учить, как должно. Но может быть, ему 70-80 лет было. Как трудно было ломать себя. как переезжать с места на место. У меня все было нормально, карьера, людей я вчера учил. И как перед людьми выйти и сказать простите, но Христос уже пришел и воскрес. Я вас вчера еще учил неправильно, я вас вел еще по пустыне. Вот в это время, когда ученики еще сидели запертые, по всей вселенной слово воскрес отсутствовало. Никто о нем не знал, что мы привыкли к слову воскрес в одном послании архиерейском и столько забот у архиерея, чтобы его самого не посчитала паства неверующим и не перепел вас. В околоток не попало. У него в этом послании почти наполовину послания разговор о том, чтобы не заботились о столах. Поминает про самогонку, про водку, про колбасу, все меню перечислил и говорит указ изданный на Руси боговенчальным царем. Боговенчанным царем. Кто осквернит первую неделю Пасхи появление в пьяном виде садить в околоточную тюрьму. Считаю, что великий провал и позор нам. Значит, первую неделю Пасхи пить нельзя. Уж дождись вторую-то, а вот вторую их из тюрьмы выпускают. И пусть они гуляют и пьют. Если указ уже был, указ пришел, потому что всю неделю вся святая Русь пьяна, пьяным, пьяна была. Посмотрите картину Крестный ход. Один упал под крыльцо, священник пьяный в другую сторону. Эти картины передвижников прошло прошлого века. Все с натуры вралось. Это Святая Русь. И все еще утверждают, что надо вернуться к тому, что было. Добра не Бог. Благовенчанный царь, в этом немало не сомневаясь, он не видел ничего, что тех, кого он сажал в колоточную тюрьму, еще десять лет пройдут, и они тебя, сына, дочерей всех расстреляют. С кем ты Христосовался, целовался, кого благословлял на войну, кому оружие в руки вкладывал. Боговенчанный царь. Работали заводы военные, и для него пулька военная, револьвер, уже отливался. Здесь ни слова об этом не сказано. Многое говорится в послании, епископа, что не будет заботиться о шикарном меню. Почему дальше ничего по деяниям апостолам не сказано? И почему только об этом разговор? Архиерей как будто дальше не читал. Да не будем заботиться о столах, но в сегодняшнем чтении апостольском на этом не заканчивается. Мы уже давно освободились от столов и понесли Слово Божие. Почему архиерей дальше ни слова не говорит, чтобы росло Слово Божие, чтобы мы не сидели, а шли на проповедь. Выходит состояние его нисколько не лучше нашего и тех, которые сидели и не знали, что делать. Если столы отнять, чрево утеснить, апостолы еще не встретились с ним или что. Мы должны плакать и молиться о конкретном деле, о проповеди. Если от стола силы освободились, чтобы поменьше ты на кухне была, да не просто сидела, а Слово Божие нести должна была, ты не думай, что ты Мария, и из тебя ничего уже не выжить. Не забывайте, такая Мария одна была при гробе Господнем, и она была не просто апостолом, а апостолом для апостолов. Сейчас говорят поэт и поэтесса. Так Мария была апостолица Мария Магдалина. Потом приписали ей красное яйцо, что ходила она с ним. Да было ли такое или не было, но слово у нее какое было красное. Она бежала к апостолам. Для нее не было удержку нигде. Поэтому, когда мы будем возвращаться к чтению на следующий год, то должны позаботиться об этом, так как прошлогоднее мы еще не усвоили. Если не хорошо нам оставив слово Божие пищи о столах, то что с нами будет, если мы даже о столах еще не позаботились, не сумели найти настоящих нуждающихся? Мы еще ниже заглянем, а что же за этим? Апостол Павел истинный проповедник. Слово Божие рекой лилось из него. И вот он ходит, ему не надо было говорить. Отец Павел, когда дойдешь ты Эфеса, ты проповедуй, он говорит, 2 Тимофея 4, 2, проповедуй слово настой во время и не во время, обличаясь, запрещая, увещеваясь со всяким долготерпением и назиданием. Ему тогда братья дали только один наказ, Галатам 2, 10, только чтобы мы помнили нищих, чтобы и старался я исполнять в точности. Хотя мы и взложили заботу о пропитании на дьяконов, но дьяконы с тобой не пойдут, поэтому эта первая часть и на нас лежит. Мы должны помнить нуждающихся, заботиться, почему брата не было дома, где он находился, почему сестра нуждается, Павел говорит, старался я исполнить в точности. Второе распространение слова Божия в нем укоренилась, но как Христос говорит Евангелие от Луки 11.42 Се надлежало делать и того не оставлять, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. Придумали даже так. Александр основателя обитель неусыпающих установил, чтобы непрерывно читался псалтырь. Одни ложатся спать, другие встают, несут вахту, как нефтяные промыслы непрерывно качают насосы. Представь, 1500 лет читают псалтырь неумолкаемую, но только всех 500 человек закрутил настоятель на одном месте. Но нельзя так бестолково и глупо понимать, чтобы слово Божие неустанно звучало. Нужно найти людей, за счет которых слово Божие умножалось бы. Что же вы в одном месте сжались? Да, действительно, он подвижник, крепкий, у него характер. Он разделся, ушел в пустыню, питался корнями. Все удивительно, замечательно. Это же готовые герои веры, но не по Писанию. Мы пребудем в Слове. Чтобы прибыть в Слове его, надо иметь его, надо правильно понимать, и надо, чтобы разгорелся огонь, и ты стучался к людям, ходил, искал, кому еще возвестить, с намерением, чтобы слушали и слушатели полюбили Христа, чтобы они узнали его, а не только эти блюда, свинина, макароны, что нам архиерея перечисляет, и далее говорит о том, что Слово Божие росло, и мы подведем итог. Прошел год, как у нас Слово Божие выросло. Речь идет не только о том, что на пленке записали, что у нас есть книги, но все это лежит мертвым грузом. Его надо распространить, чтобы на каждом столе лежала эта книга, чтобы люди слышали о Христе. Слово Божие росло, миллионными тиражами издавать Библию, но нужно найти проповедников. Да, у многих дома лежит Библия, и вдруг заговоришь с человеком, а он совершенно ничего не знает, его надо заинтересовать, рассказать, говорить не о чудесах, только Божьих, но о великом чуде Воскресения, о величайшем чуде любви Божьей, что Христос сошел на землю, а не так, как священник Трифон издевеева стоит на углу и кричит, где чудо было, что во сне видел, у кого, где какая болезнь исчезла, книги издают только про чудеса, чисто еврейская вера, ибо иудеи требуют чудес. Сколько апостол Павел обратил людей, когда он пришел на Первый апостольский съезд, то он начал разговаривать о чем. Вот сейчас дают отчет, скольких мы крестили, скольких мы соборовали, и все это в газете «Свободный курс». Напечатаю, скольких венчали, скольких отпели. Апостол Павел ничего этого не говорит. Он знал, что Христос мертвецам оставил заниматься покойниками и мощами. Пусть попы этим занимаются, потому что они не благовестники, а истинные служители Христовы исповедовали апостолов. Последователи апостолов, они рвались вперед, только придут куда? Так за проповедь Деяния апостолов 15-36. По некоторым времени Павел сказал в Арнаве «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Он непрерывно об этом заботился. У него все средства видимо уходили на проповедь. Сколько зарабатывает на шитье палаток? И опять вперед. Он не один путешествовал, а сколько людей еще с собой наберет? И опять на проповедь. Я там был, давайте теперь на юг двинемся. Там Марк? Ты где был? Я в Александрии, а ты Фома? Я в когда пойдешь? Что-то сердце беспокоится. Надо опять ехать. Как они там без меня? Все ли у них там ладно? А может еретики какие-нибудь наседают на них? Сегодня священник об этом вообще не рассуждает. А что архиерей? Тут благословляется у него. Сейчас у нас трапеза, отдельная столовая. Пишут в газетах, как у нас хорошо. Здесь мы не читаем, что вот вода озера не пересохла. Мы что, другую веру нашли? Или все до единого в городе слышали о Христе и проповедуют все? Или ни одного? Причина в том, что необходимо все время проверять, как сеяли Слово Божие. Если сеялось, что-то может и взойдет, что-то заглушится, но все-таки взойдет. Но если не сеял, то будь уверен, что ничего не взойдет. В шестой главе мы находим подтверждение тому, что сказал Господь, уходя из этого мира. Идите и проповедуйте. И вот это идите и проповедуйте есть умножение Слова Божия, умножение учеников в Иерусалиме и по всей вселенной. Прошу вас, слушайте внимательно, а то получается так, молодцы, записывайте проповеди, но пришлось позвонить вчера. Кто пойдет? А мне некогда. Да не проповедовать, а постоять рядом, с кем-то поговорить. И так удобно. К нам люди сами подходят. Каждую субботу с 11 до 13 часов у драмтеатра в Барнауле. Не сразу дозовешься. Сейчас хоть два-три человека стали приходить. Позаботьтесь о главном. Все, что Бог нам дает делать, ниже проповеди. проповедь это обращение души, окормление души, ее воскресение, рождение свыше. И все от того слова, которое должно расти через нас и в этом городе. Аминь. Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Редактор субтитров